С течением времени художественное сознание Айтматова продуктивно проблематизировалось, вникая в перипетии драматического перехода от мифологии к истории, от антологии бытия к метафизике и экзистенции. Природный закон органической регуляции обесценивался производственными требованиями механической регуляции. Так, деструктивные обстоятельства втягивают в свою воронку сознание Чебана Бостона Уркунчиева, который, догадываясь об их всемирно историческом масштабе, не надеется додумать до конца обостряющуюся проблему человека. Цитата. И получалось, что чем дольше он жил на белом свете, тем труднее и сложнее становилось жить. И не столько даже жить, сколько понять смысл жизни. Продавшийся в социальное рабство либо деградирует, как непутевый Сильджан, либо спивается, как отказавшийся от ценностных ориентиров, выродок Базарбай Найгутов из романа «Плаха». В этом романе Айтматов вводит в несобственно прямую речь Авдия Калистратова, поборника церковного новомысля, формулу конфликта между нравственной природой и безнравственным социумом. Цитата. В естественных вещах несправедливости не существует. Она бытует лишь между людьми и идет от людей. Утверждавшаяся кантом, свобода категорического императива была опровергнута промышленным переворотом конца XVIII-начала XIX века, узаконившим новое рабство у демона техники. Цепи инстинктов отяготились виригами производственной дисциплины. В восприятии семейной пары волков, цитата, «люди – боги овец, и они же овечьи рабы», конец цитаты. В восприятии экзистенциального философа люди – боги техники, но и ее рабы, принужденные обслуживать запущенный ими же автономный механизм самообеспечения производства. Всевластие, вырождающееся в глобализм механической регуляции, превращает народы в биомассу, среду, обесценивающую гуманистический идеал гражданского общества и добродетель трудолюбия, трансформируя ее в страсть к наживе и волю к власти. В работе «Протестантская этика и дух капитализма» Макс Вебер опроверг стереотип, согласно которому протестантизм идеологически подготовил дух капиталистической этики. Напротив, рачительное хозяйствование и бережливость снабдили аргументами протестантскую религию труда. Приведя развернутую цитату из наставления, которое Бенджамин Франклин адресует начинающему торговцу, Макс Вебер остроумно заключает, «Суть дела заключается в том, что здесь проповедуется не просто правило житейского поведения, а излагается своеобразная этика, отступление от которой рассматривается не только как глупость, но и как своего рода нарушение долга». «По мере экспансии техники, эволюционной в сфере производства и инволюционной в сфере практической нравственности, человек самоотверженного труда на благо коллектива испытывает гнетущее чувство одиночества в окружении молчаливого большинства, это термин и цитата, стирающего дифференциацию общественной и политической жизни. Людская масса, согласно концепции Хасса-Эртега и Гассета, восстания масс, рожденные капиталистическим производством феномен, обезличивающий стадности. В книге Жана Бодрияра «В тени мультчаливого большинства или конец социального масса предстает инертной силой поглощения черной дырой, в которой без последствий исчезают как априорные религиозные истины, так и апостерьерные данные научных исследований. Безразличие масс, констатирует Жан Бодрияр, относятся к их сущностям, это их единственная практика. Со временем первого пришествия считает Фёдор Михайлович Достоевский в романе «Братья Карамазовы» забота о земном счастье отвлекла христиан от поисков Бога в себе, и они отказались от непосильной работы, поддавшись трём смертельно опасным для бодрствующего духа искушением. Поклонились хлебу земному, припоручили свою совесть земному авторитету и соединились всемирно под покровительством не Царя Небесного, а под властью Кесаря. Цитата. «Спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора», резюмирует инквизитор. Прогресс, изгнавший человечество из матриархата, вменяет ему в обязанность, адаптируясь к производственному циклу, в то же время неуклонно модернизировать его своей инновационной деятельностью. Адаптационно-инновационный механизм патриархального жизнестроительства углубляет социально-онтологический конфликт, диссонирует процессы органической регуляции и в конечном счёте ставит под сомнение преимущество цивилизации, всё более уподобляющейся кровожадному жреческому идолу, который соглашается пить нектар, не иначе, как из черепа убитого. В безысходной по своим итогам книге «Капитализм и шизофрения» её авторы Жиль де Лёс и Феликс Гватари, рефлектирующие по поводу агрессивного означающего культуры, выродившиеся в капиталистическое производство, констатируют инверсию естественного производства в результате вторжения капитала и триангулярность семейного поля. Этическая целесообразность капиталистического производства разрушительно противопоставляет себя эстетической целесообразности без цели по терминологии Канта самовоспроизводству природной экосистемы. Цитата из романа Айтматова «Плаха» и в том была своя от природы данная целесообразность оборота жизни в саванне. Лишь стихийные бедствия до человек могли нарушить этот изначальный ход вещей в маленькомах. Если в повести первый учитель непрошенного краснорожего жениха в лисьей шапке все-таки удалось укротить и на него нашлась управа в виде новой социалистической законности, запрещающей насильно брать в жены несовершеннолетних, то вертолет и внедорожники, уничтожающие мувенкумских сайгаков в романе «Плаха», сами воплощают эту ставшую преступной законность. В такие формы облекается новая им моральная реальность экономической необходимости, результат открываемых хомо сапиенс законов природы, которые хомо фабер притворяет в производственные технологические навыки. Они управляются новым люцифером, трансформируя добро прогресса в зло нравственной деградации. Бытийное начало и метафизическое завершение истории воссоединяются в поздних, наиболее проблемных произведениях Айтматова. Внутренний, подлинный человек в человеке – это былинный герой природной мифологии, который смог, благодаря огромной умственной и душевной работе, возвысить свою наивную нравственность до ответственного соучастия в рамках своей ситуации. Ясперс. Так, Буранный Едигей вступает в конце романа в непривычную для себя социальную борьбу с атеистическим мракобесием за сохранение родового кладбища Анабеид, не только как культурного наследия прошлого, но и во имя возрождения материнских и отцовских, матриархальных и патриархальных традиций, бездумно попирая которые человек эпохи глобализма обреченно духовное, моральное и физическое вырождение. Спасибо за внимание.